Телеканал ТВ-ФМ, Александр Шелёвов. Смотрите, сейчас немножко оттаяли отношения Запада и России, все-таки Керри приехал, с Бузьминой встретился. Может где-то нужно дожать, есть ли такой сценарий, при котором Запад и Россия договорятся, решат украинский кризис и при этом Россия наконец перестанет быть в Северном Казахстане. Я думаю, что это вы должны видеть по-другому, потому что кризис настолько твердый, что его решение без ограниченства Евросоюза и Российской Федерации невозможно. сейчас, если я вам говорю, если, скажем, глубина этого кризиса такая, что практически разрушили эту огромную экономическую силу Украины, но мы должны сделать все, чтобы отвратить этот кризис, социальный взрыв. Я опасаюсь того, что будет социальный взрыв. Я опасаюсь этого. Но последствия этого были не только для Украины, украинского народа. Я повторяю, что я люблю Украину, что я люблю украинский народ, но тоже для Евросоюза. Сейчас вы видели, что произошли выборы в Польше. И я говорю, что Восток Польши проголосовал за Дуду. Дуда – это бывший евродепутат, но он был мало известен даже в Европарламенте, но он был в поисковом обществе, практически его не знали. Но он сейчас получил поддержку, и причина этого, что Восток Украины, Восток Польши проголосовал за Дуду. Этот бывший президент Куморовский, он поддерживал сегодняшние киевские власти. И он был в Киеве, когда был этот закон по поводу Бандеровцевка. В Польше знают, в Восточной Польше знают, что там была Ванинская резня, когда Бандеровцы убили 100 тысяч поляков, евреев и чехов. Тоже чехов, потому что там были в Волине, в Волине жили Чехии с 19 века. Но я вам скажу, что украинский кризис – это не только кризис одной страны. Он тоже, как название этой беседы, тоже кризис Европы. Потому что мы до сих пор не сделали ничего для того, чтобы реально помочь украинскому народу. Это что были, например, эти снижения этих таможенных тарифов? Ну, это были по подарке олигарха, а не украинскому правомерность стремления Донбасса и Луганчина на создание, на депутат парламента, и как коммунист тоже, правомерность на этой территории независимых государств на фоне той политики, которую проводит правительское руководство по отношению к народу, к Луганскому. И чем это может грозить для всей Европы? Готов ли Евросоюз не позволить до применения силы свершиться вот этому факту? Тем более, там уже произошел референт, провели референт в прошлом году. И второй вопрос касается Вашей Родины. Вот прошло уже значительно много лет, после 68-го года, ну и развал Союза. Насколько остались те настроения братские по отношению к России у чехов? Спасибо. Трудные вопросы. Но что касается Донбасса. 7 апреля был один год со дня АТО, когда спустил Турчинов АТО, антитеррористскую операцию. 7 апреля результаты страшнейшие уничтожение этой стратегической области человеческой жертвы, страдания мирных жителей и тоже солдат, потому что там я видел много разных сведений. Ну, скажу, что, по-моему, два месяца назад Порошенко сказал, что виноваты в том, что вспыхнула эта война на Востоке два человека, Турчинов и Атсененко. Я не знаю, в какой степени это отражает внутренние конфликты среди их руководителей страны. Но я думаю, что они очутились в тупике. Они очутились в тупике, потому что, например, мысль, что будет стройка восточной стены, что-то решили. Две... как китайская стена. Никогда не было стабилизацией страны. Ну, там, прежде всего, она... Ну, говорят, что разные символы, что она сделала невозможным свободные движения китайцев стерп на север. Но здесь это бессмысленно, потому что 2295 километров этой стены, стоимость которой 537 миллионов евро. Я читал такие цифры. Но это зачем? Я думаю, что они очутились в тупике и не знают, куда выйти из этого... и каким образом выйти из этого тупика. А они думают, что развязать войны конфликт, это поможет. Но кому это поможет? Только тем, которые дадут, продают оружие. И Украина должна покупать оружие? Я думаю, что нет. Украина должна, в первую очередь, она должна заниматься восстановлением экономики. Если, например, мы видим, например, когда 35 шахт на востоке, они закрыты. У некоторых было наводнение там, да. Ну, а Украина покупает уголь из Южной Африки. Один миллион тонн. Два раза дороже, чем отечественный уголь. Просто безумие, безумие. Я думаю, что тем самым мы должны видеть перспективу решения этого конфликта. Экономическая стабилизация. Экономическая стабилизация страны. Если вы занимаетесь теми дискуссиями, которые сейчас в экономике Украины, в этой Верховной Раде Украины, ну, экономика отсутствует. Но есть некоторые положительные изменения. Чтобы моя речь не была только чернилища, я вам скажу тоже несколько положительных церквей. Я скажу, что есть по новым законопроектам возможность нового распределения налогов. чтобы часть этих налогов осталась в местах, в регионах. Чтобы они могли этим заниматься. Да, тоже есть возможность, чтобы эти муниципалитеты, они создавали структуры за конкретными целями экономическими. И чтобы, третья вещь, чтобы могли муниципалитеты заниматься предпринимательской деятельностью. Значит, потому что многие мои украинские друзья говорят, что этот кабинет Яценюка, правительство Яценюка практически блокирует экономические реформы. Что есть тема, тем самым попытка сделать какое-то обновление изнизу. Вы понимаете. Но это увидим, как это будет действовать. И это тоже черта, которая должна получить поддержку со стороны Евросоюза и европейских регионов. Это, я думаю, что это что-то положительное. Я, например, видел, что в таком кривом роге, в видеороге, что правый? Кривом роге. Что? Кривом роге. Значит, там они не сказали, что там они всегда перевыполняют бюджет этого города. А говорили, что 18% практически бюджета Украины это кривой рог. А им кабинет министров запретил располагать эти средства. А им сделал это многие проблемы, что касается, скажем, обязанностей, которые должен город выполнять. Ну, значит, такие изменения, о которых я говорю сейчас, это они положительные. Ну, к сожалению, таких инициатив там очень мало. Там говорят о декомнизме, о бандеровцах, о запрете 9 мая и прочее, прочее. Я думаю, что эти вещи очень важны, что касается обновления Донбасса, обновления Востока, обновления вообще экономики страны. Потому что терпит не только Восток, терпит тоже Запад. Потому что были 28 января, были шахтеры из Запада Украины, из Алищины были в Киеве, а они там кричали, что им надо возвратить Януковича, Януковича, который обещал, что он будет понижать уровень налогов и на деле для мелкого бизнеса эти налоги возросли на 60%. Критика Януковича была оправдана. Ну, что касается этого, они кричали, что при нем, конечно, были зарплаты. А сейчас? Ну, я говорю, что это, это, этот вопрос очень важен. Ну, что касается этого второго вопроса, что я говорю, о чеке. Ну, я говорю, что сейчас, ну, я, мне было тогда 15 лет, когда советские войска вторгли в Чехословакию. Для нас было это, был это шок. Потому что большинство народа поддерживало тогда этот реформный курс. Большинство народа. Поддержка компарнии тогда была колоссальной. Я не могу сказать, что я уверен, что все были, скажем, что все были первоклассные политики. Ну, доверие было, поддержка народа была. Тогда я, тогда что случилось, я навсегда, я взял в зал урок, что военными средствами, это касается тоже Украины, военными средствами политические проблемы решить невозможно. Тогда, я скажу, после этого пришла эпоха консолидации, так называемой нормализации. 400 тысяч, 80 тысяч людей выбросили из компартии. 400 тысяч из этих, 480 тысяч было из чешских регионов. Это повредило, тоже, это, это, акция повредила единство коммунистического движения. Ну, и, конечно, это был удар этим хорошим отношениям, которые были между Советским Союзом и Чехословакией. И сейчас, слава Богу, это уже не играет настолько сильную роль. Это и пропаганда, это и пропаганда, которая использует, потому что здесь два слоя до сих пор, и это и официальная пропаганда, которая описывает Россию как угрозу для безопасности Европы. Никто не верит. Если сейчас кто-то говорит об угрозе со стороны России, ну, что сказать? Россия – это не Советский Союз. У России нет, конечно, таких возможностей, а, конечно, обстоятельства совсем другие. Я думаю, что эта картина, которая сейчас в западной прессе, в западных эсэмин, которую повторяют частей эсэмин, она не действует. А интересно было, что уже не действовала эта пропаганда в случае Югославии, когда была война в Югославии, бомбили Сербию, бомбили Белград. Значит, в таком случае эта пропаганда не действовала. Тоже. Это надежда какая-то, что, ну, есть шанс для критического мышления. Тем самым я не говорю, что Россия всегда права. Я не говорю, что я сторонник Путина. Я не говорю этого. Но я думаю, что мы должны учитывать факты. А в таком случае я говорю, что такой угрозы нет. Ну, уже знаете, что мы нашли в этих последних оценках общественного мнения? Дискуссия, которые на сайтах. Сайт, интернет, это огромная сила, конечно. Что люди видят более сильную угрозу США, чем в России. Этого не было. Этого не было. Значит, это получилось только в последние времена. Потому что была огромная симпатия к странам Запада сначала этих изменений. Ну, и сейчас все это ломается. И идет возвращение домашних ценностей. Ну, конечно, наши люди возвращаются к честным фильмам, к честным книгам, к честной культуре. Спасибо. Не за что. Вы довольны от ответа? Передайте, пожалуйста, микрофон. Уважаемый Милослав, меня зовут Юрий Фрилансер. Очень жаль, что в Европе нет политика уровня Деголя. Поэтому у меня вопрос такой. Каким вы видите будущее Европы? И каково, по вашему мнению, насколько сильно влияние Соединенных Штатов Америки на Европу в данный момент? Например, я вам скажу такую историю. Вы знаете, кто был Вилли Брандт? Вилли Брандт был санс-демократ, он был канцлером, но он был тоже, ну, скажем, антифашист, который сражался с нацистами. Да, он до энергии легално путешествовал в Германию, он просто был человек мужественный, отважный, смелый. Ну, и когда нашли в его окружении шпиона, ну, он взял для себя из этого, скажем, моральный урок. Он пошел в отставку. Никто не вынуждал его, чтобы он пошел в отставку. Он с Корана сказал, ну, если это моральный удар, и я должен пойти в отставку. Пошел. И когда был Кой, канцлером, ну, вы знаете, тогда показалось, что практически все государство, все правительство на списке взяток этого, этой компании, флика, который, ну, это угольная компания, все там были на списке этих взяток. А он не взял никакого морального урока. Остался в своей позиции. И немцы говорят, ну, что сейчас это то же самое. Если Гутенберг фальсифицировал, например, документы о своем образовании, он был вынужден уйти, ну, что? Это ничего по сравнению с Россией. Я скажу, в Италии, в первую сторону, это смешно просто. Или, если, например, мы сейчас возьмем развитие в этих чуждоевропейских странах. Но, вы знаете, когда было свое время, говорили, что Аснар и Сапатерова, это, например, социалисты, это было из Народной партии Аснар, они говорили, что три столбы новой рыночной экономики у них. Туризм, услуги и строительство. Все во время кризиса впало, потому что показалось, что важно, какая структура экономики. Что те экономики, у которых сильная доля, скажем, промышленности, прежде всего, машиностроения, они сопротивляются этому кризисному развитию. А сейчас как в Испании? 26-27% безработниц, случай молодых, 53-55%. И что? Возьмут какие-то уроки из этого, какие-то люди, чтобы изменили курс экономики. В связи с учением футбола, по-моему, нет никаких радостных известий для испанских политиков. Только в футболе. Но Греция. Но когда были, по-пандрю, когда началась эта греческая статистика, ну, там, конечно, пришли к этому председателю правительства, Папа Андреут, говорили ему, это окончится плохо. А он ответил, это меня уже не интересует. Когда это будет, я буду мертвым. Ну, и что? Сейчас показалось, что важно, какая структура экономики. Доля промышленности и сельского хозяйства в национальном продукте Греции 19% 19%. С услугами и туризмом невозможно выжить. Это ясно. Инфраструктура плохая. Уровень образования и подготовки рабочей силы тоже плохая. Например, сейчас китайцы взяли по себе половину этого порта и они в течение одной минуты разгрузывают 6 контейнеров. Это шок для греков, потому что там не было такой организации труда. но я говорю, что сейчас что им сделать, если там 320 миллиардов должны возвращать, миллиардов евро. Ну, и я думаю, что решением было бы сделать мораторию, временный мораторию, временный денег и сделать разделение, распространение этого возвращения в более, скажем, широкий срок. Ну, и сделать инвестиции, долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, в промышленность, увеличить долю промышленности в этой экономике, тоже сделать инвестиции в подготовку рабочей силы. Потому что, скажем, те экономики в Европе, которые дадут инвестиции деньги в подготовку рабочей силы в качество человеческих факторов, человеческий капитал, сказал бы, но они лучше всего сопротивляются этому кризису. Например, в северной Европе я думаю, что вы знаете, какие цифры, что касается безработниц Европы. 4,9% это Австрия, 5,1% Германия, 6,2% Люксембург. Что касается этих северных стран, там около 7-8%, но это из-за того, что социальное государство, скажем, тоже инструмент для реструктурации их рабочих мест, скажем, экономики. Значит, социальное государство, социальное система это не люкс, это инструмент, там инструмент, скажем, этой экономической политики. Но скажем, интересно для нас то, что если, например, Южная Корея даст социальные инвестиции, только социальную систему, 5,7%, но это не ведет к более высокой эффективности. это не ведет, скажем, антикризисному развитию. Это тоже сделало деформации на рынке рабочих сил, потому что, например, раньше был огромный интерес в Южной Корее, что касается технических дисциплин, но сейчас номер один для молодых южных корейцев становится медицина, медицинские науки, потому что они говорят, что они будут всегда нужны. Значит, инженера возможно выбросить, но средним врачом это труднее. Значит, этот, я думаю, что проблема такая, что будет нужно найти лидеров, у которых есть политическая, ну, сказал бы, философия. Это не точно, просто что-то такое. А таких в странах Западной Европы нет. Наши, например, Чехии политики это просто смешно. Вы имеете ввиду уровня Владимира Владимировича Путина? Таких лидеров нет. Мы его не любили. Мой друг, я вам скажу, я не хотел бы вынуждать политиков в Западной Европе, чтобы они катались на коньках или занимались хокеем. Ну, я имел ввиду уровня Деголя. Деголя, вы почему-то про него ничего не сказали? Деголь, но у него были тоже свои трудности. Вы знаете, ну, вы говорите здесь по поводу 68-го, да? Но в 68-м году это был закат его власти, конечно, он был тогда, ну, он встречался с китайцами, он встречался был в Румынии тогда, где с ними вели переговоры, он хотел быть в Праге, но он был вынужден вернуться домой, потому что там 7 миллионов человек было в улицах Парижа, нет, миллион людей было в улицах Парижа, 7 миллионов было в запастовке, 7 миллионов. Но это был, конечно, кризис режима, потому что они говорили люди тогда, а это интересно, это не хватит только высокие зарплаты, нам нужно человеческое человеческое достоинство, достоинство, нам нужно, чтобы у нас было, скажем, самоуправление. Были такие попытки найти разные формы самоуправления, даже в этих фабриках, в этих предприятиях. Но это было очень интересно тогда, в 60-е годы. Но я вам скажу, что интересно было, что эти разные формы партиципации тоже возвращались в 80-е в передовые компании. Но я об этом написал книгу, которая в этом году появится. Я вам скажу, что когда пришло к этим политическим изменениям, когда думали, что это триумф капитализма, золотом, эти передовые компании об этих формах партиципации, они забыли. Но конечно Николай был человек, Николай был человек, который не был трусом. Не был трусом. И основной его поступок это конечно же обмен долларов на требование поставки золота. Да, это было тогда, но это был конец этой системы Братнгулус, Братнгулус, которая была основана на том, что после Второй мировой войны, вы знаете, какая была доля американской промышленности на в мире? 60%. Они тогда гарантировали, чтобы был доллар этой мировой валютой, которая сменялась за золото. Вот это окончилось. Но вы знаете, я вам скажу такую вещь, штуку, которая возможно интересна, потому что когда это уже кончалось, в 70-е годы просто был конец этой системы Братнгулус. И один из людей, которые боролись против этой системы Братнгулус и попыток сохранить ее и остатки этой системы. Но был Пол Волкер. Волкер был во время Рейгана был шефом Федора, да, вы помните. И Локер тогда сказал Ворвег на университете Ворвег в Великобритании, что перед США выбор или помогать стабилизации мировой финансовой системы или сохранить свободу национального действия, что правильного США выбрали вторую возможность и что сейчас задача восьмидесятых годах какая? Ну, систематически разрушать стабильность мировой экономической системы. Да, этим путем они идут сейчас. Они экспортируют хаос и нестабильность по всему миру. Тем самым, чтобы сохранить свою свою статусу. Это я точно не помню год, когда сказал на этом университете Ворвик, Волкер, это высказание, которое эспиративное. Так, предлагаю чередовать с записками. Прекрасная записка от коммуниста к коммунисту. Вы не можете выйти с предложением Европейского парламента о санкциях в отношении руководства Украины. Окажите помощь существенную, окажите существенную помощь народу Украины. Я против всяких санкций. Я против всяких санкций, потому что, конечно, эти санкции обращаются прежде всего для простых, нормальных жителей. Я это видел, конечно, в случае Ирака, где дети потерпели все нормальные и обычные люди. Но что касается помощи Украине, я с этим обращаюсь все время, что мы должны найти программы, которые бы помогли эффективно восстановлению экономической жизни в Украине. Я думаю, что это нужно, что это не только в интересе народа Украины, я думаю, что это в интересе тоже соседов и вселенной. Но проблема такая, что не знают, не знают, какая реальная обстановка в этой стране, не знают. Не сказал, например, один из комиссаров, который был с госпожей Эшнин, был в Киеве, в свое время, когда был Янукович, уже короткое время власти, и там он сказал, госпожа Эшнин, в нашей стране столько ворований, я прошу вас, сделайте со стороны Евросоюза аудит публичных финансов в Украине, публичных финансов. Она была в шоке, сказала, что будут изучать это предложение, а не изучают возможно это до сих пор. Но просто это было интересно сделать аудит публичных финансов тогда. Но я думаю, что еще интереснее было бы сделать этот аудит публичных финансов сейчас. Например, вы знаете, был такой Коломойский губернатор Днепропетровского. У него четыре батальона приватных. Ну, это бывает уже в других регионах, например, там в Закарпатте тоже Балга, один из этих трех братьев он основал приватный батальон СИЧ. Но я вам скажу, что по данным, по сведениям украинских СМИ, этот Коломойский сваривал 606 тысяч тонн технической нефти из нефтепровода Одесса продают. Это правда. Будет кто-то заниматься и право действует только для некоторых и других нет. Просто там бывают странные вещи. Например, в 2008 году, когда Тимошенко была во главе правительства Украины, она сказала странную вещь, что Украина обойдется без российского газа из-за того, что Черном море будут выращивать водоросли. Водоросли. Что на это условия возникает метангаз. Из метангаза они будут выпускать из и бензин. Ну, да. Может у вас было возможно, что поедет говорить такие возможности. Ну, когда я ее видел в украинском телевидении в одном беседе телепередаче она выступала как святая. Как она конечно говорит, как живет скромно в двухкомнатной квартире со своей матерью в Днепропетровске. Водоросли. так Боблифа Петровске. Чего ж не поверились. Да, пожалуйста, вопрос у нас со второго лета. Где микрофон? Добрый день. Меня зовут Павел. Молдай, Уразия. Город Севастополь. Для меня большая честь поприветствовать вас от города Герва от имени города Герва Севастополя. Но хотелось бы вернуться к нашей теме и такой вот вопрос. Вы как представитель Европарламента. Мы как бы все тут собравшиеся прекрасно знаем официальную точку Европарламента. Но хотелось бы от вас узнать, что говорят в калуарах. Есть ли понимание, есть ли понимание в частных разговорах того, что происходит в Европе, что нынешняя политика она приведет, как вы пишете в Лизе только к огромной войне. Есть ли понимание, что необходимо менять вектор внешнеполитический на евразийскую интеграцию может быть, то есть на стратегическое партнерство с Россией и со странами Евроазиатского Союза. Вот такой вот вопрос. Есть ли понимание у людей понятно, что когда они говорят официальную точку зрения, она заангажирована, то есть она диктована с третьей стороны, скажем так. А вот люди сами, я не поверю, что там люди, которые не учили историю, которые не знают к чему приводили каждый раз, каждый раз такие шаги, которые сейчас уделаются. Вот такой вот вопрос. Спасибо. Что касается вы имеете в виду санкции, прежде всего. Что касается санкций, я думаю, что они официально не будут сняты, но не уберут их. Но думаю, что они потихонечку уйдут. Потихонечку уйдут, потому что это бесполезно. Например, в Германии объем экспорта в Российскую Федерацию до 30-40 миллиардов евро, весь объем экспорта Евросоюза, страны Евросоюза в Российскую Федерацию 120 миллиардов, значит, это очень много. И хочу сказать, что некоторые меры, которые занимаются европолитикой, они контрапродуктивные. Например, что касается этих кодов для беженцев из Африканских стран. Но это они объявили, что хотят, чтобы европейские страны взяли на себя 20 тысяч беженцев и что будет квотация для этих отдельных стран. Я вам скажу, это безумие, потому что по некоторым оценкам 100 миллионов людей в Северной Африке хотели бы переместиться в Европу. 100 миллионов. Нам сделать то, чтобы стабилизировать эти страны. 50 стран Африканского континента сейчас в банкротном состоянии. 50. Там запасы этих продуктов питания ниже того времени, когда были эти колонизаторы, там, французы, партибальцы, великобританцы, там, ниже этих запасов питания сейчас уровень. Я думаю, что это очень важно. И что эти договоры из Котону, которые занимались этой стабилизацией, ситуацией, планировали стабилизировать эту ситуацию у африканских государств, они не выполняются. А зачем, например, Чехия должна была бы взять себе какую-то квоту беженцев, наши жители против, резко против, из-за того, что кто-то бомбил Ирию и Сирию, и Ирак, дестабилизировал ситуацию в этих странах. Но я думаю, что это неоправдано, потому что мы никогда у нас не было колоний. Даже если после Первой мировой войны возникла Чехословакия, предлагаю министру иностранных дел Бенешу, который Божий стал президентом, чтобы мы взяли под себя немецкую колонию Того. А он сказал нет, мы никогда не хотим стать колониальной державой. Никогда. Но взяли под себя Того французы. Ну, я думаю, что второй вопрос это сотрудничество, стратегическое сотрудничество между Евросоюзом и Российской Федерацией. сейчас это резолюция Европарламента, там текст против этого сотрудничества, но это конечно не облигатурный документ. скажу, что я думаю, что в Мюнхене предлагал свое время Путин, Путин предлагал единое гуманитарное экономическое пространство с мысли интересное плодотворное вопреки тому, что надо было переодолить много-много разных проблем, но конфликт сейчас, который идет на украинской земле, он вел забвение этот проект. А это тоже Н2 значит два конкурентных подхода. Сейчас этот проект этого пространства, гуманитарного экономического пространства, а с другой стороны ТТИП значит это договор, проект договора трансатлантического по торговле и инвестициям между Евросоюзом и США. Но это идет, друзья, дорогие друзья, в секретном режиме. Даже я, как депутат, должен подписать, что я буду молчать об этих документах, что я должен отдать мобилку, свою мобилку, там, перед вступлением в эту специальную комнату, где я буду изучать эти документы. Просто это странно. В демократическом режиме это странно. Но и тоже некоторые, скажем, фактически вещи, например, финансовые услуги, либерализация этих продуктов. Просто я думаю, что я скажу такую вещь, например, что касается продуктов питания, там, либерализация этих продуктов, это очень важная часть. Но подход, который в Европе, и подход, который в США, он отличается радикально, потому что в Европе мы следим за всеми этапами этого процесса. значит, фарм то форк значит, от самой сельскохозяйственной продукции в этих фермах до, скажем, до потребления. Но в США это по-другому. В США там следят только за чистотой этого финального продукта. этого продукта сделают стерилизацию, сделают уничтожение этих, скажем, этих микроорганизмов там и все. Занимается только этим финальным продуктом. Но это радикальное различие, да? И что касается подхода к этому рынку. Я думаю, что это мысли. статистического партнерства нет, они мертвое дело. Я думаю, что будет пора возвратиться к этому. Но даже сейчас пишут разные, вот такой политолог Браун написал в журнале The Patriot, что эта твердая американская политика против России, она, конечно, бесполезная, потому что она в конце ведет сближение России и Китая. Это интересно, что сейчас такие статьи они множатся в США. Это нужно увидеть, что там есть разные, конечно, разные взгляды. Например, в очень влиятельном журнале Foreign Affairs появилась статья профессора Мершгаймера, который участвовал в журнальной мероприятии, которое я организовал в Европарламенте. профессор Мершгаймера сказал, что многие ошибки конечно правительство США заключается в том, что они ошибочно понимают интересы России, что поведение России оно дефенсивное, что агрессивных, офенсивных целей там нет, что они понимают свою политику как защиту собственных интересов, что это опасаются внедрения военных сил близкой пограничей скажем Российской Федерации. Но это была интересная статья там и Мершгаймер тоже опубликовал я думаю, что это было интернешнл Нью-Йорк Таймс опубликовал статью, где он выступал против того, чтобы Запад давал оружие Украине. Что он пишет, что в таком случае у вас можно спровоцировать конфликт, который будет вне контроля Запада. Вне контроля. Что различать между этими офессивными, дефенсивными оружиями это не точно. конечно, потому что любое обороны оружия может стать оружием для атаки, для удара. я говорю слишком . у нас 10 минут, пожалуйста, и 3 вопроса с правой половины. Вам микрофон на третий ряд. Давайте на второй 10 минут. Добрый вечер, коллеги. Я рад вас приветствовать на крымской земле. Спасибо вам большое за множество. Надеюсь, вы будете часто бывать в Крыму и проводить такие встречи. Вопрос заключается в следующем. на мой взгляд американская пиявка пристала к Украине по трем причинам. Первая причина ей нужна была береговая линия, вторая ей нужно было выгнать Черноморский флот Российской Федерации из села Стополя. В этих двух целях Америка проиграла. И осталась третья цель это труба. Не кажется ли вам, если вернее когда третья цель труба газовая труба? Газотранспортная система которая проходит через Украину. Не кажется ли вам как только Европу попадет через Турцию не знаю Грецию эта труба и будет поступать газ в обход Украины американцы потеряют интерес потому что 40 миллионов кормить украинцев никто не будет просто так. Это первый вопрос. Второй вопрос ваш прогноз по событиям в Одессе как там будет развиваться дальше ситуация? Спасибо. Что касается транспорта потребления Европы что касается газа 541 миллиардов кубометров газа. конечно из России идет 162 миллиардов кубометров газа и половина 81 запятая 5 или 4 не знаю точно миллиардов через территорию Украины. Значит это меньше чем поставки газа из Норвегии. Вы понимаете. Но я думаю что этот путь становится сейчас под угрозой. Но южный поток по-моему не будет. Принудили Болгарю чтобы ушла от этого будет возможно турецкий поток сейчас уже видим что на территории Сербии сидит Газпром в городе Ниж в южной Сербии и сделали тоже совместное предприятие Ниж которое занимается этим предпринимательским делом. Я хочу сказать что они думают что уже в 2019 году было бы возможно транспортировать первые объемы этого газа через территорию балканских стран Турции Греции Сербии Македонии там в Австрии Некоторые люди думают что это не столько простое дело потому что например эти договоры которые касаются этого этого нефтепровода и газопровода дружба ну они конечно долгосрочные что это изменить не так простое дело но все таки что касается этого газпрома он сидит сейчас в Сербии уже занимается подготовкой этих структур но это был огромный удар для нас всех потому что вы знаете у нас у Чехов у нас у Чехов заложенный вариант но это вариант норвежского газа из запада но это недостаточно когда был газовый кризис в 2009 году ну тогда у нас были запасы на у нас эти бачки на 40 дней если бы была твердая сильная зима на 40 дней но у Словакии это было хуже мы даже были вынуждены дать возможность использования возможности использования нашей структуры Словакии потому что там они были выдерживать только 8 дней но это первое второе что конечно проблема газа это не только эти запасные бачки скажем структуры этого обеспечения запаса но тоже интерконнектирование значит взаимосвязанность этих дорог путей путей транспорта например в этом 2009 году была возможность транспорта газа но через территорию Беларуси но там не было связи значит эта проблема эта проблема сложная что касается Украины еще в Польше например хотели чтобы построили они хотят построить атомную электростанцию там этой Балтской области хотят еще две электростанции на основе угля потому что запасы для подобного как на украинской земле больше огромное 400 лет примерно они хотели дать в капремонт 43-45% всех этих электростанций на этой скажем угольной основе и рассчитывали что будут брать ток из Украины но Украина сейчас только не хватает потому что там были запасы угля когда была последняя зима на 3 дня нормально бывает чтобы запасы угля в этих электростанциях на 3 месяца использовали гуголь который не годится для этих котлов потому что там это сложный товар есть 12 видов разных видов угля конечно ну и такой пепель сколько там сыр серый серый да и прочее прочее значит 12 видов ну и сейчас они должны были ну отложить немножко реконструкцию своего потенциала что касается электростанции это трудно тоже эти атомные электростанции вы знаете 48% всей продукции электричества Украины это это атомные электростанции запорожская между прочим 6000 мегаватт это вторая атомная электростанция в мире только в Японии находится атомная электростанция которая больше 9000 мегаватт но там с отходами ядерными отходами проблема потому что они не занимались этой проблемой вообще не занимались сейчас груза потери лиц там проблема что с этим сделать но я за ней я потому что энергетика это моя специальность я написал и опубликовал книгу по поводу энергетики ну и я вам скажу что например в Чехии и в Словакии там компании которые занимаются этими адренными отходами потому что там сделали уникальные технологии была у нас авария маленькая авария которая вела к развитию этих технологий но это там без попытки чтобы сотрудничать конечно с украинскими структурами чтобы помочь этой решению этой проблеме потому что там 40 тысяч кубометров этих жидких ядерных отходов это важное дело я говорю что решение этой проблемы не только украинское дело это дело всей Европы чтобы обеспечить безопасность энергетическую безопасность но если перейдут рассеяния на этот турецкий поток будет трудно но хочу сказать еще вы говорили по поводу Одесского Одесского массажера мы сделали в Европонавлите воспоминания коллега Ждановка Ждановка она писала депутат женщина депутата из Латвии там организовала встречи где были свидетели этого массажера там тоже мать одного мальчика который погиб но там пришли люди которые кто-то организовал поляки молодые майданцы но они там кричали сделали скандал но конечно была вынуждена это это женщина депутат Ждановка была вынуждена окончить это мероприятие потому что там кричали смеялись там просто было стыдно они там показывали фильмы показывали документы там были свидетельства что касается этого массажера но самое главное сейчас что вообще нет результатов конечно этого этого ну исследование исследование возможно так сказать исследование там не было исследования надеяга там и это это стыдно потому что там сожгли людей там были ну что ну ну но никто не знает конечно какое было число да 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 там конечно были вверху были люди которые контролировали поток людей который вошел в это здание дома профсоюзов да но я говорю что это тоже был такой эмоциональный но перелом сказал потому что я видел когда было какое-то по телевидению украинском телевидении российском телевидении я видел там людей которые кричали они не простим но эмоционально когда они поняли тогда что будет трудно вообще сделать какой-то договор с властями в Киеве что возможно что это не добился успеха в таком случае что психологическом плане это был такой перелом это одесса и тем самым это принадлежит к этой картине скажем трагедии украинской трагедии которая до сих пор не окончилась не не на такой печальной ноте заканчивать нашу встречу я прошу господина рангдорфа пожелать чтобы крымчанам были несколько своих впечатлений о сегодняшнем дне в Крыму и поедем на топ-шоу к сожалению мы не пробуемся значит есть еще есть какой-то вопрос я хотела бы ваши впечатления или пожелания нам всех мои впечатления я прыгал буквально только в час ночи два часа два часа ночи значит время еще короче ну хочу сказать что я видел только людей но чудесных которые ко мне относились всегда в дружеском по-дружески я сказал бы отлично ну и я надеюсь что это будет в этом плане продолжаться я в субботу возвращаюсь домой но и что касается моих пожеланий жителям Крыма я хотел бы чтобы их надежды выполнились чтобы развитие этого региона было успешным 2 миллиона человек да 2 миллиона чтобы побольше но чтобы это было успешное развитие и чтобы уже не было никаких скажем комплектующих действий с любой стороны спасибо мирного мирного жития и в одной болгарской песне там поют на многое лето православному народу болгарскому народу на многое лето значит гримскому народу любой любой религии на многое лето спасибо 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 я сказал я сказал что если бы не произошла федерализация в Украине дальше федерализация в сегодняшнем состоянии Донбасса если бы не было серьезно если бы не гарантирую что это серьезно и что касается и что касается федерализация